Привет, народ! С вами Дабл Шоу, и сегодня мы расскажем вам о пяти лучших военных самолетах России. Ну что, пристегивайте свои ремни? Поехали! На пятом месте расположился сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 Blackjack, изготовленный в 70-х годах 20-го века. Он и по сей день является самым крупным и мощным в истории военной авиации сверхзвуковым самолетом с меняемой геометрией крыла, а также самым тяжелым боевым самолетом в мире, имеющим наибольшую среди бомбардировщиков максимальную взлетную массу. Он невероятно быстр, максимальная скорость составляет 2000 км в час, что позволяет ему лидировать по этому показателю среди бомбардировщиков, стоящих на вооружении всего мира. Ту-160 имеет также боевой радиус более 7000 км, а без дозаправки самолет способен пролететь около 14000 км. После соответствующего переоборудования может оснащаться также свободно падающими бомбами до 40 тонн различного калибра, в том числе и ядерными, разовыми бомбами-кассетами, морскими минами и другим вооружением. Присутствие Ту-160 на вооружении России охлаждает самые горячие головы НАТО. Четвертый в нашем топе многоцелевой сверхзвуковой истребитель пятого поколения на базе Т-50. Самолет оснащен ракетами разного типа и может поражать воздушные, наземные и наводные цели. По мнению специалистов, самолет является прямым ответом России на созданные в Америке истребители F-22 Raptor и F-35. Третью позицию наиболее грозных самолетов России занимает многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35, который способен потягаться с самым дорогим в мире американским F-22 Raptor. Он позволяет развивать скорость до 2600 км в час, а также обгоняет своих предшественников по маневренности. Да, он уступает по скорости своему оппоненту, зато обладает радиусом полета в 1600 км. Очень дорогие западные истребители оказываются в роли тарелочек для ружейной стрельбы. Су-35 несет также на себе грозное оружие. Это ракеты малой и средней дальности класса воздух-воздух, ракеты класса воздух-земля, а также противокорабельные, высокоточные и неуправляемые боеприпасы для поражения наземных целей. Второе место в рейтинге занимает истребитель четвертого поколения МиГ-29, один из лучших в своем классе, сконструированный еще в 60-х годах XX века. Самолет является прямым конкурентом F-15 и F-16, созданных в США, превосходя их по многим параметрам. МиГ-29 может эффективно вести активный маневренный бой с применением пушки, ракетный бой на ближних и средних дистанциях, а также выполнять перехват ударных и разведывательных самолетов, в том числе низколетящих на фоне Земли. Он стоит на вооружении в ряде постсоветских республик, Кубика, НДР, Сирии и других странах мира. На первом месте расположился многоцелевой истребитель Су-27, состоящий на вооружении почти всех мировых армий. Машина может похвастаться бортовым комплексом барона с блоками выброса помех, системой наведения двух ракет на одну цель, а также новейшей системой вооружения, включающей оптико-электронный прицел с радиолокационным комплексом, что позволяет одновременно обнаружать до 10 противников. Самолет по праву считается лучшим истребителем в мире. Спасибо, что посмотрели наше видео, не забывайте ставить большие пальцы вверх, подписываться на канал и рассказывать о нем друзьям. Всем пока!